на котором надо заявить стратегическую повестку дня. Поэтому это первое, что думают самые идиоты, что раз пришли, схватили, обнялись. Как говорю снова, если такие идиоты есть в сути времени, то мне жаль, но я думаю, что их нет. Значит, первый сценарий их страхов, их кошмаров связан вот с тем, что я вам описал. Это первый. Второй сценарий связан с тем, что начинается турбулентность, все это закипает, и мало ли куда пойдет энергия. Она должна пойти, в их понимании, в полный разнос, в сепаратизм, а если она пойдет в патриотическую сторону? Им это все надо назвать имитациями, имитациями. Это как бы полные идиоты. Это полуидиоты. Я, кстати, говорю, что полные идиоты бывают очень могущественные. Я не знаю, может быть, главная часть этой беволеточной оппозиции именно они. Но вот полуидиоты думают так, им это страшно. А не идиоты, а почему не надо знать, умные люди, они о другом думают. Понимаете, вот вы мне поверьте на слово, я здесь буду уже завершать первую часть нашего заседания, вот мне поверьте на слово. Вот они, я знаю этих людей. Они, их приковывает все время слово паротеатр. Они боятся именно театрального слаганя пара. Почему? У них есть задвиг, что вдруг мне удастся через какую-то совершенно им непонятную машину психологическую протащить несколько тысяч людей, придав им новое когерентное качество. Они понимают, что это можно сделать только мощными, нетривиальными психологическими машинами. В принципе, они все знают, что таких технологий быть не должно. Но они меня боялись всегда. Меня боятся уже почти 30 лет. Потому что они никогда не знают точно, где грань между можно и нельзя. А вдруг? Есть ли реально, возможно, преобразование некой романтическо-порывистой, энергетизированной, большой человеческой молодежной массы вот в эту когерентность, то все дальнейшее для них под вопрос. И для их хозяев. И для хозяев хозяев. Что мне говорили? Приезжающие сюда умники, высокостатственные, международные. Мы с вами готовы обсуждать процессы после катастрофы. Мы не хотим обсуждать до. Вы только ее не сдерживаете. Она неминуема. После катастрофы, пожалуйста. Они говорят, ну вот вы опять что-то и так далее. А я еще с ними шутил. Я тогда еще не сделал газету «Суть времени». И я сказал, думаю все про газету. Уже движение было. Точно помню, что было. Только начиналось. Я думаю, газету говорю. А я люблю всякие небольшие изменения в названиях. Там «Суть времени», «Суд времени». Вот такие, да? «Суд времени», «Суть времени». Я говорю, буду газету, назову «Искры». Не «Искра», а «Искры». Я говорю, вот-вот-вот, вот этим и занимайтесь. Только, пожалуйста, ничем больше не надо. Вот этого хватит. Вы понимаете термин «искры» гностический? «Искры». «Искры» – это собирание полноценных духовных частиц, не растерявших духовную энергию и обладающих высшим качеством. Их собирают перед катастрофой. Их, как бы, они должны быть эвакуированы и все остальное уничтожат. Это, ну, опять, и опять вы занимает какое-то хождение в народ. Ну, зачем это? Ну, куда хотите? Понятно, да? То есть, вот это страшно. По существу полные не идиоты боятся этого. А идиоты, которых я описал, боятся вот этого. Но иногда идиоты влиятельнее, чем не идиоты. Это не вопрос. Это надо обсуждать. Главное заключается в следующем. Что на фоне всех этих очень тяжелых процессов, разворачиваясь таким образом, при таких перегруппировках, перегруппировках, у нас нет гарантии нескольких лет. Дай Бог, чтобы процессы более-менее плавно скатывались вниз. Не надо иллюзий, что они будут скатывать. Столько времени, сколько надо нам на внутреннюю перегруппировку, включая то, о чем они подозревают. А если их нет, тогда процесс другой. И, конечно, все надо ускорять. И постоянно надо понимать, что главное действующее лицо нашего процесса – это человек с доходами ниже среднего, молодой, заинтересованный в сложном и готовый это сложно осваивать, быстро перековывающий себя, быстро преобразующий себя из существа полухаотического, нечетко работающего, враждующего с другими, рядом находящегося, в существо иного качества. Вот этот человек, преобразующий себя в это новое качество, простой человек, он является героем истории России, если у России будет история. Другого героя у России не будет. Все остальное и любые другие подходы к происходящему – соблазны, которые надо отринуть для того, чтобы понять, где сосредоточены реальные шансы на спасение. Во-первых, надо понять, что гибель близка, если это все так. Во-вторых, где сосредоточены реальные шансы на спасение, в чем они состоят, как их мало и как их надо задействовать. Позвольте мне первую часть нашего заседания объявить закрытой. Продолжение следует...